Непростая игра, но заслуженно победили. Тяжело было в первом тайме. И, честно говоря, было непросто на данном искусственном покрытии. Она, к сожалению, уже старая, хотя, честно говоря, ожидали немного худшего. И, в принципе, задача была сегодня победить и не получить ненужных травм. С чем, в принципе, справились. Сегодня команда использовала расстановку в три центральных защитника. Это исходя, скажем так, из имеющихся людей или какой-то? Ну, все в совокупности, да. То есть мы привезли с собой 16 футболистов, из которых, счастью, были молодые дублеры. У нас было большое количество игроков в середине поля, центральных защитников. Мы исходили от того, как выглядел соперник в последних играх, какую систему игры они играют. То есть за счет чего они могут создавать для нас проблемы. То есть в совокупности всех этих факторов мы были в эту систему игры. Ну, плюс попрактиковаться. Сегодня Валерий Бочаров провел полный матч. Плюс еще три человека дебютировали за основной состава ПТ. Гаилой Супранович и Кудровец каким? Как оцените? То есть это больше, скажем, для галочки или? Нет, не для галочки. Это нашим парнем, наш резерв. То есть мы дали им возможность проявить себя в рамках первой команды. Чем, в принципе, они достаточно неплохо справились. Поэтому все в их руках. И если так будут дальше прогрессировать, у них достаточно много шансов влиться в ряды, как сказал бы, самого состава. Сейчас предстоит пауза, там, две недели. Ближайшие планы команды. Часть людей уезжает. Ну, те, кто останется, плюс возьмем часть дублеров, будем готовиться к другой части чемпионата. Готовиться к Еврокубкам. У нас запланирован спарринг 5 сентября с городей. То есть, в принципе, в таком достаточно продуктивном режиме поработаем, чтобы осеннюю часть, надеюсь, зимнюю провести как можно эффективнее.